Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, у нас с вами недельные главы МАТОД и МАСЭЙ, и мы с вами завершаем на этой неделе изучение Торы полностью, этот годовой цикл. Да, полностью, потому что книга Дворим, которая идет дальше, это книга повторений. То есть, это если переводить на учебный язык, заканчивается учебный год вот на этой недельной главе, и потом это уже повторение, подготовка к экзамену, который мы сдаем в Рошашино. То есть, мы с вами выходим в испытание, главное испытание года, мы подходим к нему. И вот это испытание, оно неизбежно. Вообще, вот сказали мудрецы, что через некоторые вещи, и нам стоит тут вдуматься, через некоторые вещи человек должен пройти обязательно. Хочет он того или нет, это предписано его судьбой. Он может только выбрать, каким образом пройти испытание. Если он пройдет с верой, что все к лучшему, если он верит тому, кто на небе, если он верит, что есть у мира хозяин, все провернется к лучшему. Если, не дай Бог, живет без веры, и все время недовольство, разочарование, то он будет все время жаловаться, обвинять себя и других. И написали мудрецы, его жизнь будет горькая и мрачная, он не сможет выбраться и притягивать себе будут новые испытания. Поэтому надо вот об этом подумать. Нам не дано решать вообще, вот смотри, когда ты видишь человека, ты не понимаешь, чье испытание сильнее. Потому что любая попытка сравнивать людей, она вообще проблематична. Объективное осуждение возможно только в том случае, если сравнивать человека с его собственным потенциалом, а с другими ничего абсолютно. Вообще, вот когда человек думает, я там не сделал, а тот сделал, надо понимать, что для того, чтобы человек не сделал какого-то проступка негативного, нужна помощь Бога. Не ты устоял в испытании, а Бог тебе дал устоять. Не ты это сделал, там хорошее дело, а Бог дал тебе возможность сделать. Из этого получается, что вообще нельзя отзываться отрицательно, ни о ком и негативно судить. Просто Бог тебе дал, а ему не дал. Знаете, в комментарии Брешик, Рамбан говорил следующее, когда Яков стал перед необходимостью сойти в Египет, он понимал, что для него, его потомка, начинается тяжелый период изгнания. И в страхе перед предстоящими испытаниями, он принес жертву грозному Богу, своего отца, как амаля, чтобы Творец не подходил к нему с мерой суда. Это нас чему учит? Это учит нас тому, что мы должны все время обращаться к Богу с тем, чтобы выстоять в любом испытании. Только таким образом можно это сделать. Нас все равно ждут испытания. Знаете, вот сейчас мы говорим о том, что конец времен, рассказывал Хатам Сойфер интересную вещь. Он говорил, что послушайте хорошенько, говорил он детям и внукам в ночь в пейсах. У народа Израиля было два испытания в Египте перед избавлением. Они же станут последними испытаниями перед приходом Ашеха. Первое это было испытание деньгами, потому что, когда Египет поразил тьму, все они видели полностью, египтяне нет, они видели и дома египтяных, где находятся драгоценности. И, конечно, большое желание было в отместку на вот этих издевательствах все эти годы что-то взять. Но они не взяли, потому что Бог им сказал, что они выйдут с большим богостом и не делайте это. Они поверили Богу. Второе испытание был страх. В ночь в пейсахах евреи укрывались в своих домах и слышали наружу страшные крики, вопли, когда убивали первенцев. Таких криков написано никогда еще не было. А сыны Израиля, если честно, они вообще не знали. Это из египтян или соседи их может быть убивают. Но несмотря на то, что никто из них, все это не понимали, никто не вышел нам до утра. Поскольку поверили в слова машины, он сказал, не выходи. Они верили, что вот надо делать, как сказал Бог. Следовательно, они выдержали испытания в заслугу совершенной веры в Бога. И два этих испытания, сказал Катаем Суэфер, будут перед последним испытанием. Тут мы уже не знаем как. Испытания страхом и деньгами. Как пройти все эти испытания, тоже понятно. Нам нужно упование на Бога. Вы знаете, вот был недавно эксперимент интересный. Врачи одного из медицинских центров в Италии провели исследование о действии обезболивающих препаратов после операции. И вот когда приходили пациенты в себя после наркоза, им давали обезболивающее. Той части, которой одна часть, скажем, 10 человек, сказали МЛМ даем, а вторым не сказали. Но тоже вкалывали обязательно обезболивающее. Так вот те, которые знали, что им обезболивающее вкалывали, они чувствовали себя нам на порядок лучше, чем те, которые не знали. Хотя действие было одно и то же. То есть, как бы, все в голове. Поэтому, и не удивляйтесь, когда Любавичский Рэбе много раз говорил, думай хорошо и будет хорошо. Вообще, однажды на форбринке Рэбе произнес очень громким голосом и сказал такую статую книги Зара. Низший мир всегда готов получать наш. А высший мир дает. Но дает нам своеобразность тем, как стоит. Если он стоит внизу приветливо, ему светят приветливо. Если он стоит печально, ему дают, соответственно, на суд и на печаль. Вот этому надо выучиться, понять и подумать. Брахава от слаха всего самого лучшего.